Всем привет! Сегодня, хоть у нас и есть посылка в кадре, но это не будет распаковка посылки. Сегодня я вам хочу рассказать про случай, который произошел сегодня со мной на почте. Ко мне, как всегда, пришло много извещений. Я как-то, несмотря на них, заполнился и пошел на почту и забрал посылки. А когда пришел уже домой и начал замазывать адреса, то я заметил, что вот эта вот посылочка, она не моя. Я не буду показывать адрес, так как там адрес совершенно другого человека. И, как вы уже поняли, мне выдали посылочку совершенно другого человека. Это у меня происходит не первый раз и даже не второй. Да, в принципе, я мог бы эту посылку оставить себе, но нет, я уже позвонил по номеру, который здесь указан. И человек заберет эту посылочку. В принципе, неохота опять ходить на почту и тратить время. В принципе, так. Я мог бы эту посылочку оставить себе. И многие, мне кажется, так и делают. Так как у меня тоже были случаи, когда по треку посылка показывала, что посылка получена, а я ее не получил. И в итоге через, опять-таки, некоторое время человек звонит и говорит, что моя посылка... Мне выдали твою посылку и все такое. Да, такое бывает. И ладно бы, это было мелочь, а это может быть какой-нибудь телефон. И смотря какой попадется человек, может попадется человек, который не вернет эту посылочку, а потом придется идти на почту и все это доказывать. А кто знает, вдруг эта вещь вам очень нужна. Я не знаю, есть ли смысл вообще в этом видео. Ну вот, решил рассказать вам и сказать, что если с вами случилась такая вот ситуация, лучше верните посылочку человеку или на почту, потому что в карму вам точно плюсы не будет. А так вы вернете и будет все хорошо. Вдруг эта посылка какая-то очень важная и все такое. Ну а почта России лучше так не делать, так как очень часто такое происходит. И, ну, типичные почты России. Если вам понравился ролик, поставьте лайк. Хотя я не знаю, будет ли на этом видео оценивание или нет. Всем пока. Вот такой вот случай почты России.